Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня маленькая тема и маленькое видео, хотя тема интересная. Это почему, когда человек болеет, когда у него высокая температура, ему не хочется есть. Я думаю, за свою жизнь каждый человек сталкивался с таким состоянием, когда ему не хочется есть. Когда он серьезно болен, когда у него высокая температура, когда болит живот, или тем более, если болит поджелудочная железа, у кого панкреатит, скажем. Что это такое и нормально ли это? Да, конечно, это защитный механизм. Это связано с энергообменом, с митохондриями, с распадом и синтезом АТФ. Естественно, это механизм, который дает возможность человеку отдохнуть от пищи, если можно так выразиться. Наладить глубинные обменные процессы, очистить организм на клеточном уровне. Ведь голодание запускает процессы аутофагии, то есть самоочищения, на клеточном уровне. Ведь когда идет питание, почти все ресурсы организма направлены на переваривание пищи, а потом уже на другие процессы. И тогда процессы детоксикации идут медленнее, чем когда человек пищу вообще не принимает хотя бы более суток подряд. Но высокая температура здесь главный барьер. Потому что сейчас главная задача убрать те предпосылки, из-за которых повышается температура, убрать воспалительные процессы. Наладить энергобаланс. Сколько же можно не есть? А это зависит от болезни, от состояния. Ну, скажем, при бронхите, ангине или при коронавирусе. День, лучше два, три дня. Пока не хочется есть, категорически насильно себя не заставляете. Это большая ошибка. Особенно, когда бабушки печкают внуков своих, так сказать, когда говорят, надо есть, чтобы поправиться. Природа не дура. Организм прекрасно это знает, чувствует. Нельзя есть в данный момент. Если же приступ панкреатита, острый панкреатит, не дай бог. Единственная правильная мера спасти вообще порой больного, это неделю как минимум не есть. Старые врачи это прекрасно знали и только так спасали больных с острым приступом панкреатита. Только тогда поджелудочная железа отдыхает, когда никакая пища не поступает в организм. Только тогда не вырабатываются гормоны и ферменты, которые синтезируют поджелудочная железа. И вот только тогда она может регенерировать, восстанавливать себя. То есть латать как бы дыры. То есть когда руки, что называется, доходят до внутренних своих проблем. Хотим мы того или нет, пока мы потребляем пищу, у нас обязательно включаются и идут те процессы, которые направлены на расщепление, переработку и утилизацию пищи и ее продуктов метаболизма. Ну а когда начнете есть после длительного либо короткого день-два-три голодания, не надо объедаться. Первый раз не надо есть утром, а ешьте днем. Первый раз ешьте только один раз в день. И немного простую легкую пищу. Да, уважаемые зрители, меня попросили мои теперь уже знакомые дать вам следующую рекомендацию. И вам я ее с радостью даю. Есть люди, которые готовы донести сакральные знания до вас простыми словами, словами и образами. Я рекомендую вам данный канал, а называется он Переход в ТАК. Он об осознанности, о самоопределении человека, о его пути, об истинных желаниях, о том, как стать хозяином своей жизни. На канале вы найдете рабочие эффективные техники, которые ведут к чистой мысли, к обретению радости в себе и к построению своей реальности. Техники перехода в ТАК, благодарение предметов, нейтрализация негативных программ и зеркало. На канале есть плейлист, посмотрите его, называется Осознанные медитации. Все медитации поточные, они убивают негатив и вводят в сознание мира. На данном канале можно найти всю информацию, благодаря которой вы, во-первых, получите рабочие техники и практики для исполнения любых позитивных желаний. Во-вторых, уберете мусор старых историй, обид и претензий, что очень важно. В-третьих, научитесь самоопределяться. Ну и в-четвертых, сможете создать ту жизнь, о которой давно мечтали. Итак, канал Переход в ТАК. Ссылка на данный канал будет в описании под этим видео. Хотя вы название уже знаете и сами можете перейти в любом поисковике на этот канал. Помните, что голодание это естественный процесс в природе. Он мобилизует организм. Многие древние учения и религии доказывали пользу даже длительного голодания, когда аскеты уходили в уединенные места, скажем, на месяц или на 40 дней. И голодали на воде все это время. Проходили очистительные процедуры, которые описаны во многих древних трактатах. И приходили буквально обновленными людьми, помолодевшими, полными энергией сил. Но про длительное голодание это совсем другая, отдельная тема. Тем более, что я уже пояснял и делал давно видео на эту тему. Вот оно, лечебное очищение и голодание. Кому будет интересно, посмотрите потом обязательно. Да, и не забудьте, у меня есть еще три канала на ютубе. Первый, вы на нем сейчас находитесь. Второй, жизнь на земле. Про мое хозяйство, земледелие, экостроительство. Третий, о продуктах питания. И четвертый, который называется совесть и подлость. Самый главный из всех моих четырех каналов. Он о том, что гораздо важнее здоровья и даже жизни. Посмотрите и сами все поймете. Обязательно поделитесь ссылкой на данное видео с вашими друзьями, коллегами, товарищами. Помогите распространить мне данное видео. Пусть это будет вашей благодарностью мне за мой труд и время, которое я трачу на создание данных видео. Все честно и справедливо. Это важно, я не просто так это делаю. Ну а на этом все. Я желаю всем хорошим, честным и порядочным людям крепкого здоровья. Увидимся в новых видео. До свидания.